Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Еще раз доброе утро. Если в первой части мы говорили о процессе вакцинации, который у нас затянулся, и выражали такую надежду, что ближе к середине апреля, а на самом деле правительство требует, чтобы уже к первому апреля все было готово к началу массовой вакцинации, то сейчас мы как раз поговорим об одном таком объекте, очень интересном, где, судя по информационному сообщению Минздрава, которое в четверг было представлено и Кабинету министров, как раз и планируется организовать кабинеты массовой вакцинации. Два больших таких центра, выставочный зал Кипсова, два зала, и вот центр АТЭ. Вот как раз сейчас… Да, конференц-центр АТЭ, что Кипсова, что АТЭ, почти 7 тысяч квадратных метров. С нами на связи Елена Сафронова, глава отдела маркетинга конференц-зала АТЭ. Елена, доброе утро. Доброе утро. До 1 апреля осталось всего ничего времени, меньше 10 дней. Как происходит подготовка к вашему центру, переоборудованию в центр массовой вакцинации? Мы еще ведем некоторые переговоры касательно того, как необходимо обеспечить максимальное, во-первых, и условия, и безопасность тем, кто будет вакцинироваться. Мы предоставляем весь первый этаж, который общей площадью 6-800 квадратных метров. У нас случается деление на три зала, и мы можем обеспечить как перегородки, так и необходимое количество помещений для каждого из вакцинирующихся. Своей стороны также это бесплатная парковка, что была одним из обязательных условий при подаче на центр вакцинации. У нас это парковка 250 мест. Так что да, как бы все это происходит в моменте. Есть ряд нюансов касательно того, как необходимо обеспечить регистрационный столик, где будут находиться непосредственно врачи, как обеспечить поток, вход, выход. Но все это как бы решается в процессе, и сейчас мы как раз-таки занимаемся этими вопросами. Да, может быть, сразу чтобы уточнить, бесплатная парковка – это замечательно, но часто очень бывает, что когда есть бесплатная парковка, кто-то, который совсем не связан с вакцинацией, просто использует ее как парковку, ставит машину и пошел по своим делам, машина может стоять там весь день. Будет ли какой-то порядок, что действительно человек прибыл на вакцинацию, и он может там бесплатно парковаться, а не просто забить парковку, и те, кто приедет на вакцинацию, негде будет поставить машину? Да, конечно. У нас охраняемая подземная парковка, то есть там есть охранник, который регулирует поток, то есть не будет такого, чтобы кто-то посторонне приехал и поставил там машину, у каждого есть свой регистрационный номер, то есть когда машина заезжает, мы даем бланк с номером машины, чтобы контролировать, что действительно человек приехал на вакцинацию. Вы упомянули подготовку, там, столы, например, стулья и все такое прочее. Это вы должны предоставить или все-таки государство предоставляет? Как вообще этот процесс тут проходит? Там есть ряд списков, то есть что мы предоставляем со своей стороны и что центр вакцинации предоставляет со своей. Что касается мебели, там, столы, стулья, это предоставляет центр, с нашей стороны это помещение, мне кажется, даже перегородки предоставляет центр, все это как бы обсуждаемо. А обсуждали какую-то рекламную кампанию? Кто будет сообщать о том, что именно надо ехать и на Кипсулу, или к вам на Краста? Нет, рекламную кампанию центр мы еще не обсуждали, у нас как бы есть тоже своя визия на этот счет. Но, опять-таки, наверное, тут больше касается логистики. Во-первых, АТ-центр достаточно близко, на мой взгляд, ближе, чем Кипсула, АТ-центр, по крайней мере, удобная логистика и автобус, и трамвай, и как бы на машине, в принципе, удобно подъехать, поэтому, может быть, с этой точки зрения люди будут ориентироваться кому что ближе. А вы проявили заинтересованность в том, чтобы на время стать центром вакцинации, или это был шаг со стороны государства? Вам предложили, мол, ребята, вы такой большой, модный, огромный центр, давайте-ка мы вас используем. Это была наша инициатива изначально, то есть мы подали заявку на то, чтобы стать центром вакцинации, потому что хотелось поддержать и страну, и людей, и хотелось, опять-таки, простимулировать то, чтобы скорее начали вакцинировать, чтобы быстрее разрешилась проблема с ковидом. Поскольку центр относительно новый, и я думаю, что не все даже рижане о нем знают, может быть, несколько слов об этом центре, как он задумывался, для чего он, в принципе, был создан, и что вы дальше будете делать, когда, наконец, вот этот ужас пандемии закончится, будут снято ограничения? АТА-центр – это крупнейший в Прибалтике конференц-центр, и общая площадь центра, включая парковку, это 22 тысячи с половиной квадратных метров. Изначально центр был задуман, ну, и, в принципе, он сейчас функционирует, как мультифункциональный бизнес-комплекс, то есть первый этаж, он адаптирован под различного рода мероприятия, то есть концерты, потому что сделана хорошая акустика, это могут быть спортивные мероприятия, потому что есть и трибуны, мы можем адаптировать стены, они передвижны, соответственно, если необходимо чуть больше пространства, условно, взять два зала, мы можем это обеспечить, например, как на, условно, рижскую неделю моды, который был запрос, им нужно было два зала, мы можем эти стены подвинуть. Могут быть спортивные мероприятия, концерты, форумы уже проходили, потому что есть большие три лэдовских экрана, могут быть конференции, то есть абсолютно любого формата, выставки, аналогично, как это происходило на Кипселе. Второй этаж центра – это каворки-помещения, то есть мы сдаем как под аренду, так и, опять-таки, для проведения более мелких мероприятий. Сейчас также адаптировались под условия, поскольку нельзя проводить мероприятия очно, физически сделали видеостудию, то есть полностью оборудована светом, камерами, звуком, специалистами и проводим как прямые трансляции, так и гибридного формата мероприятий, то есть можно не онлайн, а оффлайн. Вот сейчас 16 апреля будет дигитальная конференция, так что да, мы стараемся идти в новую со временем. Да, вот вы сказали, дигитальная конференция, ну вот пандемия, наверное, заставила многих из нас пересмотреть свои какие-то привычки, кто-то уже говорит о том, что это будет иметь далеко идущие последствия, и очень много таких вот встреч будет переведено в такой виртуальный формат. Нет ли такой опасности, что все-таки вы сказали, что это такая большая площадь, что она не будет востребована в связи с тем, что много мероприятий будет виртуальных? Ну, поэтому, наверное, с этой целью мы и адаптируемся, и сейчас сложно сказать, что будет что-нибудь, потому что в центре, в принципе, уже до открытия было много заключено различного рода контрактов на мероприятия международные, чтобы проводили крупные конгрессы здесь, но из-за ковида все это сместилось. Я уверена, что полностью в онлайн все не перейдет, но наверняка это нужно будет как-то балансировать на онлайн и оффлайн форматах, поэтому мы предлагаем и то, и другое. Что касается, действительно, вот этой массовой вакцинации, есть ли какие-то эксперты, которые вам помогают, поскольку, ну, есть определенная специфика между вот какими-то массовыми мероприятиями обычными и все-таки вакцинацией, это все-таки такая медицинская процедура, я понимаю, что это не операция, но, тем не менее, есть какие-то нормы и санитарные, я так понимаю, что для медиков нужно организовать и питание, сануфлы. Комнаты отдыха, в конце концов. Ну да, вот холодильные установки, вот вся эта логистика, это вы сами фактически ваши работники или вы привлекаете экспертов? Да, что касается, в принципе, изначально рассматривалось, когда принималось решение, какие места станут центрами вакцинации, там был ряд-ряд параметров, по которым принимались решения, то есть, например, покрытие не должно было быть ковром, чтобы можно было дезинфицировать, то есть, должно было быть определенная площадь, должно было быть несколько выходов и входов, чтобы обеспечить потоки людей, да, должно быть несколько санузлов там для персонала и для посетителей. Все эти требования отвечает, центр отвечает всем этим требованиям, соответственно, был как бы выбран. С какой-то техническим моментом, безусловно, мы в чем-то, возможно, некомпетентны в плане именно прививания людей, поэтому мы в содействии со специалистами все это организуем, чтобы все прошло максимально грамотно, компетентно и безопасно. Да, еще, может быть, тогда такой вопрос, что касается самого вот этого АТ-центра. Как вы жили, ну, вот в этот период или до того, как началась вакцинация? Не в сезоне? Ну, можно сказать, да, потому что я так понял, что вы начали свою работу, ну, по существу, незадолго до всех этих новых ограничений. Мы уже вообще-то целый год живем, но с небольшими перерывами на лето, вот в такой режиме чрезвычайной ситуации. Как центр выживал? Не знаю, может быть, работники получали вот это посолье по-простою, может быть, как-то государство вам помогало? Первое мероприятие в центре было в конце августа, именно физично, ну, очное, которое прошло. Это был конгресс. Далее, да, опять осенью ввели ряд ограничений. Мы стали понимать, что не можем проводить вообще никакого рода мероприятия, и стали адаптироваться под онлайн-формат. Запустили цикл программ АТА-Толкс, АТА-Пипл, стали запускать диджейские сеты, потому что видим, что людям не хватает этого развлечения, формат интертеймент, и поскольку нет возможности посещать что-либо, стали запускать это все в онлайн-формате. Что касается пособий, то, да, работники центра получали пособие по-простою, поскольку мы не могли работать, но в свою очередь даже старались как-то это все использовать время во благо, чтобы центр там не шел в небытие, и все-таки, поскольку, опять-таки, центр новый, еще о нем мало кто знал, и хотелось как-то себя зарекомендовать, заявить, и надеемся, что так или иначе это получилось. Ну, я наблюдаю, разумеется, за вашей активностью, и шляпу долой, что называется. Действительно, вы придумываете постоянно какие-то новые форматы, как задействовать и свою видеостудию, и помещение, но наверняка же есть какие-то мероприятия, на которые вы рассчитывали, к которым готовились, и которые пришлось либо отменить, либо перенести, но за которые вам особенно обидно поделитесь вот этой болью. Что такое интересное мы недополучили из-за ковида? Ну, обидно, безусловно, за все мероприятия, потому что... То есть расскажу немножко, может быть, о концепте, что центр производит как сам мероприятие, то есть у нас на осень была запланирована большая детская выставка, уже была выставлена вся маркетинговая кампания, уже были билборды по центру города, уже была и в социальных сетях активная реклама. Мы переносили, то есть с осени перенесли на декабрь, в надежде, что ограничения чуть снимут, в итоге них не сняли, мы пока перенесли на неопределенный срок. То есть это те мероприятия, которые генерирует сам центр. Есть, безусловно, мероприятия еще, которые идут с сторонниками, то есть с аутсорса, то есть есть запрос провести у нас какое-то мероприятие, было огромное количество концертов, там и стендапы, и музыкальные концерты. Люди до сих пор там писали в личные сообщения в социальных сетях, а будет ли концерт, не будет. Но, безусловно, в этом случае этот центр просто является площадкой для проведения мероприятий. Эти вопросы организационные по переносу больше к самим организаторам. Что касается наших внутренних мероприятий, то пока была запланирована детская выставка большая, которая перенесена пока на неопределенный срок. – Ну что, спасибо большое. Действительно, пожелаем вам удачи в этом очень важном деле, связанном с организацией массовой вакцинации. Ну и мне кажется, что это даже пойдет на пользу популяризации вот такого нового зава, новой платформы. Спасибо большое. – Вне всяких сомнений, с нами была Елена Сафронова, глава отдела маркетинга конференц-центра АТО. Большое спасибо, Елена, хорошего дня, удачи, ну и на связи. – Большое спасибо. – Наверняка сами поедем вакцинироваться именно к вам. – Хочу добавить от себя, действительно, вот этот центр, на мой взгляд, является таким хорошим примером позитивного отношения к работе, к бизнесу в трудные моменты, они не стоят на месте и постоянно что-то новое выдумывают. Да, помещения эти огромные все равно простаивают, но, тем не менее, что-то происходит, и они о себе заявляют. – Да, еще раз хочу напомнить, что вот этот вот план массовой вакцинации предусматривает создание, ну, цитируя, министра здоровья вот этих центров не только в медицинских учреждениях, так, чтобы вот эти пункты вакцинации были, как сказал господин Павлес на заседании правительства, больше одного, и действительно, даже в небольших вот властях сейчас создаются больше одного вот этих пунктов вакцинации, используются вот те помещения, ну, которые имеются, там, дома культуры, те, которые можно приспособить, скажем так, выставочные залы, вот какие-то театральные подмостки, в том числе, я думаю, что, ну, так, чтобы можно было провести эту массовую вакцинацию в нестесненных условиях, потому что, если мы посмотрим на все практики семейных врачей в Риге, ну, там никакой массовой вакцинации организовать невозможно, только по списку вот те группы, вот, к примеру, там пенсионеры или вот хронические больные, когда приходят по одному человеку, если мы говорим о необходимости вот этого пространства, напомню, требование основное, чтобы 25 метров на каждого клиента, вот, который придет, было обеспечено, это можно только сделать в таких больших просторных помещениях. Что касается Риги, пока два вот этих центра основные, это АТЭ и Кипсела, вот, на которых делает, скажем так, вот ставку это бюро вакцинации. По-моему, вчера был сюжет, где целый ряд вот аналогичных центров, может быть, меньших по объему, недовольны, что их обошли вниманием. Так что я думаю, что еще разборки по этому поводу будет, но пускай и не будут, нам самое главное, что? Что все-таки этот процесс прошел довольно быстро, и, наконец, появились вакцины. И в прямом смысле безболезненно, да, ну и, конечно, центры будут готовы, главное, чтобы вакцины к нам прилетели. Ну, а пока мы снова прерываемся на новости Эхо Москвы, после чего вернемся, у нас следующий гость, доктор экономики, предприниматель Татьяна Латышева, мы поговорим о планах по спасению национального авиаперевозчика AirBaltic, в том числе выход его на международную биржу. Что это все значит, будем разбираться.